Вымирающее село в Новоигнатии в Кедонецкой области остались одни пенсионеры, кто мог уехал от войны подальше. Распалась и большая семья Галины Капацины. Старушка и её дочь ютятся в столетнем ветхом доме. Зимой им приходится выбирать между теплом и едой. Галине Ивановне 80 лет. В её почтенном возрасте пережить происходящее в родном селе невыносимо. Война началась, и люди выехали. Очень малые народы сейчас осталось у нас в селе. И весь такой престарелый возраст наш. Молодёжи очень мало. Работы нету людям здесь. Даже родственники и те разъехались подальше от войны. О большой семье остались лишь воспоминания. Детей нарожало сколько их. Пять дочерей, одиннадцать внуков, одиннадцать правнуков и один праправнук. Я горжусь, что у меня большая семья. Очень горжусь. Рядом с матерью живёт только одна дочь Марина. Она её спасение от одиночества. По селу идёшь, очень страшно. Улицы тёмные, дома пустых, очень много пустых домов. Ни с кем даже не поговорить, не пообщаться. Да и теплее вдвоём. Ветхому дому, где живут женщины почти сто лет. На обогрев зимой уходит очень много дров. Таких расходов им вдвоём не осилить. Другой раз и мёрзнем. А что же делать? Мёрзнем, конечно. Закутаемся, сидим, закутанные. Пенсии мне не хватает на дрова. Если дров взять, значит, тогда мне кушать нечего будет. Чтобы пережить холодное время года, запасать приходится и продукты. В тяжёлые времена поддерживает гуманитарная помощь Рената Ахметова. Штаб Ахметова помогает самым незащищённым мирным жителям Донбасса. Старикам, инвалидам, детям. За три с половиной года раздали почти 12 миллионов наборов выживания. Хорошая у нас помощь. Помогает Рената Ахметова нам с продуктами. Очень хорошо он помогает. Для нас это шок. Как дал нам Ренат Ахметов первую помощь. Мы вообще не ожидали, что тут будет помощь. Благодаря помощи Рената Ахметова мы выживаем. Огромное ему спасибо. Мама с дочерью надеются, что с поддержкой неравнодушных смогут перезамывать в тепле. Я не рызла. Да. Ну, сейчас чайку попьём. Инна Жиленко, Оксана Корчма, Владимир Конопля для телеканала Донбасс. История.